добрый день мои дорогие подписчики и гости к с вами таша муля и жизнь бездоблей потому что стою я сейчас поливаю свои баклажаны подвязываю свои томатики и тут смотрю приезжает машин к нашей калитке вот подъехала какая-то машина смотрю вышли люди ходят что-то тут смотрят смотрят а потом зовут меня и вот вам пожалуйста у нас сегодня гости да мы еще честно с ними даже не познакомились с этими гостями но уже сразу в дом пустили вас как зовут и юра и сема и чудесный сема вот нам очень приятно какими судьбами вас к нам привели дороги поклонница это таши мне очень нравится нравится как начинание что-то учусь тоже что то что бывает не знаю я уже вот так так она готова у вас какой статус старше садоводства что вы у меня учитесь ты не как тоже когда-то бабушки сажали учились родители что-то там дачишь были были туда не любили же мы дачи дам да по молодости до сопротивлялись уже на тот возраст пришел когда хочется покопаться что-то вырастить а что вырастает своими ручками и вы у нас соседи да где-то в ту сторону да ну мы с удовольствием да мы вот сегодня едем как это называется в буженинова мы сегодня едем да и вообще буду сегодня рассказывать я буженинова нашла невероятную девушку катама да я ее нашла честно не знаю что она оттуда у меня в общем-то сегодня об этом и выпуск то будет вот и так ведь из наша жизнь без дублей в общем случайно получилось что как раз собиралась начало этого выпуска снимать а тут вы на гости приехали поэтому вам первым рассказываем мне тоже моя подписчица в instagram прислала ссылку на инстаграм девушки зовут ее тоже наташа которая плетет сама кашпо из ротанга причем такие красивые но невероятные просто разных цветов ротанг она вообще и мебель плетет но не сейчас столько заказов на кашпо что мебель она временно не плетет вот и мы с ней списались вот и я заказала у нее кашпо да мне тоже казалось что она откуда очень издалека и когда мы с ней списались представляете оказалось что она из буженинова это такое совпадение при этом мы с валерой недавно были в этом буженинова там так красиво такое чудесное и она кстати нам сказал что там есть спортивный бассейн говорит сегодня при когда приедете берите купальники можно там в одном спортивном бассейне отлично поплавать в общем у нас намечено такое мероприятие мы едем за кашпо ознакомиться она там тоже в снт живет вообще это ее не основная работа она ну как хобби вот и в общем плетет эти кашпо сейчас пока на изоляции сидит на работе на удаленке да пойдемте в дом зайдем а то очень жарко да то можно с ума тут сойти единственное у меня там поливаются баклажаны надо пойти их выключить а то там шланг лежит в грядке ну если хотите можете да пройти я тоже купила гергины мне очень да в александрове это капусту я не выращиваю но она мне и так нравится эстетически это просто какой-то восторг но смотрите вообще просто я на нее не на любовь вот у нее уже у всей качанчики стали завязываться у нее кстати на нее присаживаются бабочки я вчера шкаф поснимала не червячков это еще яйца я их поснимала поэтому и знаете я вам надо да и табаку моприкую ну вот пока я акарицидом ее в самом начале когда посадила у него срок ожидания всего неделя и на месяц хватает да это сельдерез стеблевой вот хорошо набирает а он потом будет невкусный для а что да я просто это очень резать и заморозить можно вот эти вот а потом она отрастет еще а мне просто кажется что он должен потолще быть нет он же вот это ж кушать не кори стебли правильно но они для стебли я она тоже будет толстая я просто сейчас срезаю в супы периодически и в готовку я срезала заморозим а сейчас будет следующий отрасль да надо мне тоже так сделать потом же можно его и в суп да да я его кладу везде да но я всегда когда делаю пережарку это кстати по итальянски по-моему если я не ошибаюсь вот нам напишут в комментариях по моему это семи фредо называется когда делается пережарка лук морковь и сельдерез стеблевой это в итальянской кухне обычно такая пережарка и я это вот пережарку когда у меня есть он так и делаю у меня цилиндра вот она у меня баклажан начала хоть расти и плохо ну вот здесь вот у меня они все время под укрытием то есть я вот и сейчас полью и опять накрою ну тоже я же первый раз ну вот у меня сегодня кстати первый цветок вот зацвел у меня висят баклажанчик вы уже два выдрала растения потому что они белесые становятся и надо теплицу тоже притенять я тоже сейчас ткань накрыла такой белый но я как-то не притеняю мы ее знаете купаем два раза в день это мне кто-то тоже посоветовал у ганечкин и такой совет мы ее все обливаем холод водой холодной вот как раз ганечкина говорит что можно ну и все нормально мне нравится татьяна татьяна нагород да я у нее очень хорошая потом нравится юлия которая в серпухе она тоже четко толковые такие вот это да что сделаешь она не все равно не получается а так вот хорошо но я вот как-то и пока экспериментирую но я в этом году он обрабатываю от профи для профилактики от фитофторы я уже показывала этим приверку рынок же раз в две недели уже вот у меня три обработки прошло сегодня сейчас как раз сегодня завтра был делать четвертую ну вот это от фитофторы и от переноспороза профилактически и если только начинает заболевать вроде тоже помогать это байеровский препарат так что мне вот в этом году такой эксперимент с ним вот до этого не хотят ну да вот вот ну а так вот все растет помидоры вон завязываются даже вот этот вот у меня вот этот горн английский завязала вода бор 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 буквально 10 грамм по моему это потом этот йод и опрыскивать а и молоко литр молока или сыворотками а сыворотка была и они тоже хорошо чтобы завязывать фитофторы у меня не всяких и чтобы цветочки завязывались ну да но я вот их как-то в этом году ничем практически не удобряю помидоры да да они и так у меня такие жирные этого только то что в лунку клала и все и вообще вот эти вот английские такие мощные растения но на них большие должны гибриды до гибридов не получится семян получается но у меня еще остались если чего семена ну хотя с другой стороны я вот покупала в прошлом году черри гибриды они у меня он сам посеялись по всему участку растут вот пожалуйста вот это сам посеялся да вот это черри и такой мощный прямо монстр вот ну просто вообще он без укрытия все время вот так но лето еще такое но я сначала на этих самых на черри не убирают пасынки потому что они дают как раз плоды иначе малого черри поэтому я их внизу вот убрала все ведь а сверху уже не стала потому что иначе ну шо это для череда малина однако кисточки маленькие да ну вот в общем но я всех спрашиваю соответствует ли реальность съемками а то все очень переживают потому что говорю что когда первое впечатление вот даже она бы кажется на пять суток это мало а с другой стороны да с другой стороны мне вот например больше не надо это обалдеть обрабатывать уже это то сил нет купили у нас уже был нас дом стоял бани у нас нету у нас наши соток и были одни грядки мне тоже не нравится цветы у вас нет там грядки были а сейчас ты не родила на четыре зоны вот это должна зона быть где дом дом вторая зона где ну просто там альпийская горка была потом это сейчас ну никак руки не доходит чтобы более лучше не делать это потом зона где земледелие моё и четвертая зона где отдых понятно это дельфин про да 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 но у нас как-то вот не пчелы а в шмели именно ну пусть они это они все равно тоже да конечно у нас много шмелей много да да много ос даром году что-то осмала дачи-то мужчины прямо нас нашли общий язык так они со спины даже похоже очень ваш тоже бывший военный ну вот они до нашли друг друга да но поведем их в дом это очень жарко кампоши ты тоже пришел с гостями поздороваться да скажи что тут происходит у вас воду да они любят конечно как и все коты капусту вот поливаю мне тоже в комментариях научили прямо в центр лить что так лучше кощан завязывается и мне кажется что я так смываю еще следы бабочек ну может я наивно по это думаю но мне кажется но начинают завязываться уже прям все так ну все я все доделала тут пошли в дом а то невозможно пойдемте в дом эту скважину у нас такая не получится 100 метров надо делать у нас очень много о глубина очень и эти которые вам делали нам не подходят что они делают да по моему да это не такую большую по моему они не делают так как двойным я почитал мы нам еще другое рассказали вот дороговато у нас получается на где-то 400 тысяч ну это вообще 400 тыс 100 метров так мы пойдемте пойдемте это я все веду в дома как-то у меня всех притормажено жарко очень просто на газированный минерал о как интересно пойдемте помидоры помидоры да а этого помидора уже у меня как-то только начинают не надо разуваться не и не надо ни на ни на разуме чувствовать ну да мы тоже считаем что вы не дольше не нужен потому что это две две три недели можно и пережить мы проходите вот мы здесь сейчас не открываем окна чтобы прохладно был на видео и в жизни в реальности я тоже думала чтобы место много будет занимать удивлялась куда а сейчас да да не они вместится тут место очень много это так вот то прилично ну да вроде не у нас кухню мы сделали мы объединили даже не мы а наши кто мы кого покупали они сразу продумали комнату с кухни союзим на почта гостиная и у нас половина ком это а печи вас есть нет нас не было нас камин а наши но это вообще да я в принципе решение правильное если я вот она будет садить надо есть попать только да а часто вот мы приходится да нету пока еще доку нет копоти особо нету если правильно топишь на копоти особо нет но чуть-чуть вот у меня бывает вот в этом вот месте вот бывает но как раз плитка намного лучше чем побелка побелку каждый раз подкрашивать приходилось а плитку можно просто тряпкой протереть и все хорошо и так прохладно еда ну да он сейчас же не включен посмотрела полы посмотрела полы юра надо делать вот так вот так вот так только у нас чуть-чуть не получится что вы снимали пол а у нас нужно наоборот надо под него залазить и это созвонилась с этой же фирмой все мне дали консультанта я с ним поговорила у меня говорит у вас так не получится у вас говорит не получится потому что вы сделаете себе как консервную банку говорит вас будет все время а если я возьму вот говорю вот этот утеплитель фундамент я возьму сотку говорю и под объем просто говорю нам чисто утеплить пол не из-за того что но уже есть на же доске есть там черновой то есть ну это уже нет ну потом он гряду единственному подсказать он ведь я могу подсказать что делаете пятидесятками только не фундамент а комфорт и и получается как вот ну как у тебя на все свое но так мы прикрывать перекрывающие все юра лазит так и делает да ну раз дом то принципе мы нас отопление мы сделали трубами вот у нас отопление на свайном где-то сантиметров 50 от земли у нас дом подмятый над землей и как бы вентиляция прозвихи по кругу все это существует в интернете я видел когда уже я себе сделал по грунту полного что они тоже строителям он такую технологию использовал он тоже на свайном но сделал шевелера вот так дальше приварил к ним листы железа не считает низовой черновой пол потом утеплитель потом трубы водяного пола что хочешь это у него же но единственное у нас так не надо соответственно дом стоит уже можно можно на такой поможем положить просто затратно это железо это швейлер и даже просто сам пол на на уже наготовый но перри жалко там несколько бочек лака туда что шесть моих лака он блестит нерываешь если хороший пол то жалко он тоже под ним еще прослойка но это нашим мужчинам достается с полами да не были они такие у нас тяжело мы в них верим ужаса лежать этого как ты все это таскала делал это вообще было так ну что давайте чай водичка квасок ну да у нас тоже все поливают но попадает напор но не то что прямо вообще так квас еще хочу предложить вам попробовать нашу воду у нас очень вкусная вода да сейчас я ее немножко спустил ну да ну вот нам кажется но может мы себя перехваливаем конечно что она вообще прямо как из как колодца или как с родняка на попробуй очень холодно но это я просто слила мало можно больше слить тогда будет вообще очень вкусно очень вкусно так вот класс да и мужу тоже это сами делаете а он нет это вот суздальский а мы вчера купили казаться называется лицкий летний летний сделан с березового сока лимона а мы видели с тобой такой то что мы видели лицкий много много видов было на рынке в струнино да вот такой вкус такой какой-то вкус березовым точно надо даже белорусские у них там все они с березовым соком делают зато нам раскрыли наконец-то точку прикупаться карьеру да а мы были и где он ездим каждый день можем сегодня поехать ну хорошо нам сейчас расскажем не заедите сами да один раз показать мы первый раз он говорит я помню вот здесь вот тут едем едем а есть еще вот это где грязь вот туда мы на грязь и доехали но что-то нас там как-то не впечатлило там на дамбу надо ехать на левый озеро там а столик чистейшая вода как на море три метра видно в воде нас там знаете что не впечатлило что там мы мы разных местах были польши мы там где облепиховый заросли спускались как раз на правой стороне ездили где дамба не посты и декорочка нет вам надо было ехать на другую сторону вот дороги то налево мы не нашли и нам просто там где мы были нам не понравилось что там гола все на берегу нету вообще ни одной этой былинки а это который сразу тут съесть и такое можно тебя погладить можно можно ты очень хороший малыш малыш хороший бархатный бархатные уши и пошли туда нет мы тут спускаем там можно по песочку это вы про карьер говорите или про карьер это не на карьер мы подъехали тоже туда прям уже кладем и ну там люди с палатками останутся на карьере даже но потому что мы последний раз когда были там музыка гремела молодежь отдыхала саратова нам привезли 2 но 2 было сур награды 1 я была записала ну куда я теперь не знаю понятно я тоже так все забываю теперь приходится как-то за на записала особенно эти розы это же вообще я теперь у таблички ставлю это саратовский дарьев ты питомник нашу только именно грецкие да это ты там нашел но у нас грецкий будет но дело в том что он может не вызвать они же мерзнут мы тетки привозили с украины орех 2 штуки у него есть но плодов нету но всегда зеленый на живой вырезал он зеленый стоит и она посадила так что тень именно что ему не холодно вроде ничего но все равно может от сорта все-таки зависит потому что нас вот валер звонил в этот питомник да не как-то уверяю что все выращивают их сорт именно вырезан да да просто много места будет он занимать а мы в лес его посадим у нас живу на огна огня ему может понравится кстати этом году в лесу столько орехов это вообще что-то еще вот это у нас соседи прям решили пойти смотреть как мы же сми на пресса лет то что вчера выпуска вышел компот умчался что там у тебя такое приклеилась да есть тебе сниму да какая-то пушинка к тебе приклеилась здесь пугался собачку то испугалась за моей киса отпусти сату он забился в свою будочку ему жарко мне вот рассказали верхушки это я с вами совершенно согласна абсолютно правильно говорите но у нас другая цель у нас это такое плодово-декоративное виноградовство ну то есть мы вроде как и плоды получаем и вроде как у нас декоративная часть присутствует зак поэтому мы особо не заморачиваемся а так вы правильно говорите мы в прошлом году я тоже так делала я единственная прищипнула на те ветки где грозди ну вот их стараюсь прищипывать и сейчас в августе листья поснимаю чтобы когда когда они уже наберутся да я поснимаю листья что базового да ну блинный да это был вкусу это белая белый виноград но с оттенком вкус и забыл кто-то мне сказал что это лидия но с другой стороны сейчас посмотрела в интернете лидия это красный виноград ну в общем это какой-то и забыла видны на белой вот это тоже да ну вот и жасмин мы сделали вот вырезаются все вот эти штуки до верхушка да и а вы еще будете шпагатом да у нас не хватило шпагата мы еще потом прикупим сделаем вот и соответственно вот он уже это буквально неделя прошла вот он стал давать новые и вот сейчас я его удобрила с азотным удобрением но комплексным с азотным специально чтобы он стала наращивать до листву и буду еще в этом году разочек подрезать наверное ну я думаю что от этого он не так хорошо зацветет конечно в прошлом следующем году но зато будет красиво потому что вот этот кустище то вот кстати розы который вылезли наш розы это просто росли сами сами вылезли это видимо от брест нет наверное от предыдущих хозяев только они были очень глубоко загнаны мне столько лет же не вылезали вот так удивительно рядом вообще делать зону отдыха да ну мы зону отдыха у себя делаем как вы видели на территории но здесь у нас и так нормально здесь пограничник но когда все мы потеряли я туда ездила ну искала тоже там толково так сделано там охрана ухаживать за все у них например от участки потом идет дорога и дальше лес им разрешить там вот они тут дорога а там они себе тоже облагораживают ставят беседочки это кто что-то сажает а так беседки они там тоже отдыхают у нас принципе никто не запрещает вот мы ее косим я на следующий год может быть вот здесь вот тоже высажу еще ряд кустов с той стороны может быть когда через несколько лет мне королевства станет мало и я еще забор мы перенесем вот туда ну сейчас никакого желания ну в общем но это обсуждаем у нас никакого желания это делать нету не она вот тоже вот хватает уже убиться тут что ли только все более-менее налажено говорит все давай поюжу устал да я тоже все валеру затягиваем и вот на следующей неделе едем под владимир вот в этот питомник где роза продавала все может договорились у них началось активное цветение и мы поедем это будет красиво ну и рассказать вам дорогие мои зрители этих розах вот потому что я очень довольна вот из этого питомника все три розы которые купил все прижились все шикарно они в зиму свели уже нет я сейчас весной их посадил нет еще не оставались но я не сомневаюсь что они перезимуют у меня в принципе прошлую-то зиму все перезимовала все розы поэтому я ну и как-то по этому поводу совершенно не переживаю меня они не очень придет меня было 5 их сажала на следующий год я их не укрываю ничего не заморачиваюсь это на следующий год осталось три потом еще через а я вот укрываю их я ты хула укрывает тоже они вымерзают на мне ничего не хризантемы все вы вымерзли все да у меня хотите я вам дам хризантем я прям вам сейчас дамовую воду поставить яча она даст корня я уже так себе сделала ее в этом году ну это вообще не проблема у меня старый сорт я как раз сейчас вот девочки под мои подруги то приезжали я и двоим обещала присадить я уже здесь наметила ветку хотите я вам тоже прикопаю ну вот я прям горшок сразу вот так прикапываю потом отрезаем и с горшком я вам осенью 1 в одной бабушке это еще старый да 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 это катар идите мне пожалуйста я вас куплю этот отросток только ну вот он вон вообще почти три пальца размер ягоды этого это я такого вообще сейчас нигде не видела в общем короче крыжовник а хризантем прям сейчас отломлю это корейская хризантема я ее найду когда недели три назад просто поставила в воду и все вот смотрите они у меня вон уже там растут вот но они прям в воде даже не корневин не добавляла ничего и вот уже они прижились на уже с корнями я их пересадила вон они растут поэтому сейчас я вам прям штучки 3 срежу в воду поставить и так в тенечке чтоб они дома стояли и я думаю что недели через две у них он не менять надо только эту ручку и следить чтоб она не это самое очень хорошо хризантемы дают корни и я думаю что по сайте будет у вас отличный куст это вот перезимовавшие у меня уже розового цвета ну вот у меня тоже все не выжили какие прошу вот опять штук покупала это вот шикарный куст в четыре раза больше стал вот он уже розовенький да и вот он уже стал бутон набирать так что сейчас отщипнем центре что-нибудь выберем это ромашка низкорослая да ромашка это невысокая так вот мне кажется ее можно даже ну во-первых надо вверх отрезать ну чтобы не бутонов не было и потом мне кажется ее можно пополам разделить но она должна пойти вот да 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 мне кажется должна пойти вообще хризантемы они очень хорошо корни дают сейчас да сейчас я дам так сейчас поставим водичку ну и все нормально будет я думаю даже можно для ускорения немножко корневина воду добавить ну вот это вас хризантем к это мне сегодня кстати розочки распустились вот эти вот они уже распускались да потом я обрезала вот когда я выпуск все снимала они были в бутонах вот опять и такая вот ветка у них вот видите вообще у нас это извини валерия перебью у нас синхронно происходит алла мне стоит и говорит мы говорит обсуждаем я мужу говорю давай будем здесь зимовать а сейчас слышу а у меня сейчас выключен звонок просто сейчас пройдет вот прям мужчины нашли общий язык по хозяйству по хозяйству обсуждают скажите нам про вашу собачку да откуда у вас такая несущая собачка коренной александрова как наш компот короче не можем много лет не питомника в люди заводчики в александрове мы купили его вот у нас уже сколько девять лет на него всегда покушаются красавчик он маленький за хрома ларисы тоже наши подписчики такие же да нет уже и пусть и света такого же вот это голубо подпал и сумма не надо писать ну как пометит то уж надо что же ему на руках у нас и делал еще может ему водички дать дома сейчас водички дать им сейчас валерам и водички принесли водичка ну не живете да это вас как дача я имею ввиду на даче не жира мы не живем пока вот он открыл и живет нет мы ищем мы с конца апреля по октябрь не выезжаем я выезжаю иногда в общем подумывайте увеличить ваш срок пребывания напрямую до дополнительный куб воды я его подключаю когда качается коллективная вода или падает на дверь на две недели мне хватает проживать но с мамочкой не хватает на посуду мы постоянно с ней и рано весной если запас воды есть мы оставляем приезжаем да хорошие лишь хотел пить и попей водичку попей стесняется все моего завозу но он станет пара до слова но он все компактный мальчик путешествие на эльбрусе так ему плохо стало давление и он прям аж прижался и мне плохо ему не мало стану припомнили не поехали быстрее отсюда а ну просто тот присел она видна давит давление он прям аж пристел мы лежа хоть царь да он нас и сделал камашку съел до нашим попрятались жарко сегодня передают дождик до пяти вечера раз наверное когда у нас будут съемки в бужениного пойдет дождик в бужениного кстати когда в субботу ливень был у нас тоже был не было да да у нас тоже в субботу получает какой был сильный ливень она крутит крутит поразительно казалось бы рядом на горе на горе у нас дождь а вокруг не будет ничего бывает наоборот так вот бывает да понятно на грибами он есть при этом есть торфяные озера работки там рыбы был все проверял на машине и на мотособаке на разном транспорте грибов много надо искать надо места ну пока только опять прям у нас тут летом и нам как-то покращение до грибов через месяц вместе две недели напротив вас пошел лес там есть белые грибы ступаться да там есть такая портовка стоянка может если будут грибы мы вас возьмем по ней он из удовольствием а то как-то одним нам за грибами но смысле что мы не знаем за грибами прямо едем мы готовы а это мы мечтаем оттуда по ним как раз и говорили в прошлом году вот у вас тазик латунный висит но это вас с ручкой я же захотела эту миску такую тоже приехали туда в это на кольчугина на завод а он говорит у нас один мастер который делает вот эти и он говорит не успевает заказа много как заказать она говорит ну давайте оставляйте телефон как только будут я вам и проходит какое-то время через сколько-то меня через месяца два или три звонят и вот вы заказывали до приезжать и мы за миской туда покупать купили ну а здорово но у них варенье обалдение обалденно в этих тазиках и там дома лежит во-первых не подгорает и вкус другой да согласна были очень рады что вот нам заехали молодцы как это есть пословица это в нас не ждали а мы припевали а гость залетный мы здесь рядом заезжайте что нет это надо нужно тоже знать я врет хорошо следопытная память еще не подводят пока вроде ну давайте молодцы что заехали столько всего интересного узнали друг от друга с пользой провели время вывели по ходу не справа да даже неисправности видите выявили у нас представляете пока мы стал и болтали мужчины общались между собой и валерий пошел показать юре как устроен наш септик ну там зашла речь и аюль он в этом разбирается и в общем результат они открыли колодец септика и выяснили что у нас там какой-то нас ломался вот такая была польза от этого внезапного визита поэтому все что в жизни мне делается не случайно и все к лучшему вот так получилось так что мы теперь озадачены ну валера задачи ремонтом нашего септика слава тебе господи спасибо ребят что вы к нам заехали вот мужчины по делу ведь и переговорили все выяснили ну все счастливо до новых встреч правый руль на ну и с вами мы хотим попрощаться в этом выпуске наши дорогие зрители какое-то спонтанное такое получился визит визит спонтанный а нам сегодня еще как я уже в начале выпуска сказала ехать в ниного снимать про ротанговый кашпо будем избирать наш кашпо ну а вы об этом увидите завтра так что спасибо что были с нами до новых встреч на канале прекрасного лета пока пока до свидания а у Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok